Я вечный мастер. Я знаю, что многие, кто меня смотрит, тоже постоянно мастерят. Ну вот, можете меня поздравить. Я, наконец-таки, выбрался из-за ширмы и сел за кресло игрока. Не то, чтобы я совсем не играл, но то были какие-то коротенькие ваншоты. А сейчас я попал хоть и на маленькую, но законченную кампанию. Для меня это стало большим счастьем и откровением. Я очень много подчеркнул для себя новой информации, которая в корне изменит меня как демо. В этом видео я хочу поделиться всеми своими наблюдениями с тобой. Поэтому ставь лайк для продвижения настольно-ролевых откровений и инсайдов массы. И мы начинаем. Да? Эй, Даров, когда мы там уже будем играть? Я говорю, когда полноценно подготовлюсь к игре, тогда и отзвонюсь. Но ты же игрок, а не мастер. Это не важно. Я как мастер привык готовиться к игре. И когда меня позвали просто играть, я по привычке сел и начал готовиться. И набросал сразу заранее тезисы, какие-то мнения на разные темы от лица моего персонажа, выписал шутеечки и цитаты. Тезисно, как я делаю обычно с NPC, выписал опорные черты характера или какие-то просто необычности персонажа, которые у меня были перед глазами, что позволяло мне отыгрывать персонажа, а не самого себя. И я имею в виду, это все помимо предыстории и создания самого персонажа. Я просто предполагал, какие мастер-темы затронет в нашей компании, потому что мы играли в Наруто, и заранее написал прям большие абзацы мыслей на этот счет от лица моего персонажа, чтобы на игре, если вдруг настанет звездный час, не упасть в грязь лицом и очень уверенно и круто преподнести мысли моего персонажа, что нереально, как и для зрителей, картину сделает просто вау, так и для игроков, да и для мастеров. Все были в восторге. Но важно не навязывать свои заготовки. Да, вы можете сесть и топ-50 цитат в ВКонтакте для персонажа выписать, но ни в коем случае их не навязывайте. Это будет очень инородно. Ну, неувязочки какие-то начнутся, это будет странно ощущаться, неестественно. Поэтому только в те моменты, когда это действительно вяжется и круто прозвучит. И вот если вы все сделаете правильно, и вот эта ваша кропотливая детальная по кусочкам подготовочка в нужный момент и будет засовываться, то ваш персонаж будет действительно фактурным, выделяющимся по-хорошему, и вы всех удивите. В общем, это действительно заметят, это улучшит всю игру за столом. И мне было очень приятно, что Даня так подошел к персонажу, к отыгрышу, к его процессу, такая подробная психическая жизнь. Это круто, это то, что я как мастер очень сильно люблю. Просто я вот как мастер очень люблю разные чеховские ружья или просто пасхалки засовывать в игру, которые уже в дальнейшем потом как-то раскрываются. И игроки такие, вау, удивляются, потому что уже давно удочка была заброшена. И потом, когда они рыбку видят, они понимают, а ты еще тогда эту удочку закинул. И я подумал, почему бы как игроку так же не подойти к этому. Приведу пример. Очень часто на играх, по крайней мере у меня, у игроков бывают персонажи, очень любящие выпить какие-нибудь крепкие напитки. Да, пускай вот такой персонаж игрока всегда тянется за любой бутылочкой какого-то мерзкого варева, чтобы это выпить. Но через какое-то время, желательно это подольше оттянуть, окажется, что все это время пристрастие было скорее не самому напитку, а коллекционированию пробок от этих бутылок. Это очень здорово, это насмешит, порадует, зажжет всегда столом и останется с вашим персонажем, как такая причуда. И таких разных деталей можно много заранее посеять внутри вашего персонажа. Еще один банальнейший пример, но который часто работает и в фильмах еще где-то. Например, ваш персонаж никогда по реальному имени не будет называть других персонажей. Пусть он там обращается к их классам, то есть мистер варвар или господин волшебник, и всегда только так. Или каждому свои кликухи придумал, и только через эти кликухи к ним обращаются. Но вот однажды, когда ваш персонаж путем спасения всей команды, к примеру, пожертвует собой, и он будет уже лежать на этом посмертном адре, смотреть на своих товарищей, и обратиться к каждому по-настоящему имени персонажа и на пустующее слово даст. Это просто выжмет все слезки из игроков. Ну вот ладно, не во всех компаниях игроки мрут как мухи часто. Может быть просто, когда наступит этап близости вашего персонажа с другими персонажами, в их командном сплочении, то тоже он перейдет на настоящие имена. И это будет, знаете, такой вехой, когда он позволил раскрыться себе, открыться к остальным, до этого боялся быть уязвимым, но вот так вот переключился. В общем, очень в этом уверен и рекомендую, что придуманные причуды или какие-то детали, заранее продуманные, вашего персонажа классно раскроют всеобщее настроение за столом и будут двигать историю. Да, старайтесь подвязывать ее с историей, и чтобы это было не просто рофл прикол, а какая-то интересная, раскрывающая вашего персонажа штука. Но я не отрицаю, что, конечно же, можно просто прийти на игру как, ну, на какую-то видеоигру, типа ты садишься, вот твой персонаж, и исходя из того, что происходит, ты отыгрываешь. Тоже будет здорово. Но убедился сейчас, посидя игроком, что те игроки, которые придумывают заранее и какие-то детали привносят своего персонажа, они ярче, они лучше, они зажигают компанию, историю, и в совокупности вся и просто вот так вот дребезжит и двигается развлекуха, нежели просто пассивность. Кстати, если вы, наконец, как и я, хотите вот побывать игроком, то я приглашаю вас на такое мероприятие, как Кубик Кон. Он пройдет 30 сентября в Москве, на улице Никулинская 2, Корпус 1. Вас ждет целый день ураганного безостановочного геймплея. Огромная двухэтажная подготовленная специально для игры игротека, где заготовили мастера для вас разные модули по ДНД, фейту, ктулху, вампирам, по разным системам. И у вас будет возможность там с большим удовольствием посидеть и поиграть. Также вас там ждут разные лекции, мастер-классы, демов, разные развлекательные стенды с презентациями. Там будет классная ярмарка с разными ролевыми товарами. И там можно, наконец-таки, урвать самые счастливые и классные Д20, который сквозь все игры в дальнейшем с вами пройдет. Но самое классное это то, что вы сможете встретить настоящих, живых, горящих идей и поиграть в настольные ролевые игры людей, такие же, как вы, и здорово провести время, завести новое знакомство. В общем, Кубикон зовет и ждет самых прожженных гиков-фанричников, да и также просто новичков, которые готовы только окунуться и погрузиться в этот мир. Ссылочку, конечно же, я оставлю в описании. Подписывайтесь, следите. Приходите 30 сентября. Отдыхайте, развлекайтесь, Ирэл, это здорово. Ребята молодцы. Несут светлое, доброе, вечное в темное подземелье с драконами. Круто. Вы издалека видите, что на вас уже надвигается страшная, огромная орда нежити. Вот-вот они будут в городе. Ну раз ты говоришь, что мы видим их где-то там, вдалеке, да, ты сказал? Я хочу подойти к тому круто проработанному тобою NPC. Я чувствую, что он с нами до конца кампании. Верно, мастер? Да нет. Вы всех пропустили, моих продуманных NPC. Этого я за одну секунду придумал. Еще для меня стало откровением, насколько мило и довольно топорно выглядят вот эти мастерские сюжетные крючки, которые так и тебя и манят. Как игрока, иди туда, там сюжет. Я сразу понял, почему у многих игроков возникает некое отторжение и нежелание идти на эти штучки. Они вот так реально как слепые все игнорируют. Особенно, когда ты игрок-новичок, а я на самом-то деле игрок-новичок, потому что вот я за игровое кресло сел, и мне хочется все щупать, изучать. И когда я вижу, что мастер ведет туда и даже ведет даже в узко направленное для решений, то есть уже как бы задачи ведет, как это поступить, подступиться, чтобы что-то сделать, сразу отторжение. Сразу хочется как-то напортачить. Плохим хочется повыть игроком, порушить мастерский мир. Просто я помню себя, будучи мастером, как мне, ну, больно, неприятно, то, что игроки, правда, игнорируют очевидные вещи, не увлечены сюжетом. Но теперь я понял, как бы, первородное вот это ощущение. Ну, во-первых, да, возможно, мастер как-то неправильно все это маскировал или неправильно подавал. Возможно. Но с этим легко столкнуться. Именно поэтому хочу донести, скорее, до игроков, что надо принять все-таки это как некую данность, некую условность и идти на поводу мастера насильно и осознанно. Просто когда мастер в очередной раз оголяет такую сюжетную веху, точку интереса, все-таки лучше пнуть самостоятельно себя и пойти туда, взаимодействовать, показать заинтересованность. И тогда, скорее всего, сюжет совместно круто завернется, раскроется, нежели вы специально, как такой пакостник-негодник, каким хотелось быть реально внутри, будете игнорировать это. Но я чувствую, что вновь это немножко спорная дилемма, которая, наверное, требует обсуждения и сделанный мною вывод поспешный. Поэтому я бы очень хотел услышать действительно мнение большого количества людей. Если несложно, прямо напишите. Я хочу поставить точку в этом вопросе, потому что как будучи мастером, как побывав игроком, все это как-то шероховато. Надо разбираться. Потому что сейчас я это вижу таким образом, что нужно игрокам принять это как условность, что мы играем в игру. Вот есть, типа, сюжет. И когда мастер немножко неловко или как-то вот так преподнес точку интереса, все-таки с ней повзаимодействовать. Просто игнорировав ее, будет такой диссонанс. Тут уже зависит дальше, конечно же, все от мастера. Если он классный, он очень красиво. И когда вы пойдете в другое место, он подведет вас все равно к ней. Не будет навязчивым. Будет отталкиваться от ваших внутренних интересов персонажа. Но вот я на игре, будучи, реально почувствовал это первобытное желание игнорировать сюжет. И мне очень теперь интересно, как действительно подавлять это желание. Или чтобы оно не вызывалось. Жду, короче, ваше мнение в комментариях. Вы видите надпись на стене. 2 плюс 2 равно. Дальше что-то непонятно. Прямо кажется, что туда что-то требуется дописать. Рядышком лежит мел. Что вы делаете? Тогда, мастер, я беру этот мел, ем его и с ноги пытаюсь выбить дверь. Реально, квесты головоломки это полнейшая жесть. Это просто... Я всегда слышал советы, что упрощайте. Делайте все проще, как для учеников начальной школы головоломки. Не надо все усложнять, потому что это действительно тяжело вникнуть. Я не верил. Я как мастер придумал идеи. Вроде справляются, решают что-то. Я им там подсовываю подсказочки. Но сейчас, когда я оказался игроком, и передо мной предстала головоломка. Я просто все. Я ничего не понимаю. Хотя она базовая, понятная. А я вот просто сижу, осматриваюсь. И мне даже не хочется с ней взаимодействовать. Ну, возможно, у всех по-разному. Кто-то любит грызть гранит головоломок. Но я выпал в осадок. И мне прям не то что отвращение, но мне было страшно. Я такой, ага, не могу решить неприятно, непонятно. В общем, не мой тип ивентов на игре. Может быть, это из-за этого. А может быть, так для многих. Поэтому просто хочу выразить это. Делюсь опытом. Лично для себя, да, я понимаю, что будь головоломка простой, игрок с большей вероятностью без ваших подсказок ее решит. И останется от этого в восторге. А если головоломка средняя сложность или сложная, и игроки ничего не понимают, а еще и вы будете неаккуратно на блюдечке выдавать решение, то они такие, а, вот так это решалось. И решат за счет вашей подсказки. Останутся неудовлетворенными, униженными даже, возможно. Нет, это будет плохо. Поэтому все-таки я останусь при том мнении, которое везде базированно так вот вылезает. Делайте головоломки простыми. Да, я с этим соглашусь. Но если вдруг ваши игроки не могут решить, то, пожалуйста, попробуйте выдать решение игрокам очень нативно и ненавязчиво. Через проверочку, через воспоминалочку. Как-нибудь всеми силами сделайте так, чтобы игрок почувствовал, что он сам додумался до решения. Это будет лучше, чем вы в лоб скажете. Мастер, а ты меня вообще уважаешь? Да. А ты меня уважаешь? Доверяйте мастеру. Да. Во что бы то ни стало. Доверяйте мастеру. Доверие я почувствовал, что это такой ключевой момент на игре. Не набрасывайтесь на мастера сразу, если что-то не так. Если вот правда вы чем-то озадачились, что-то вам не понравилось, что-то вас расстроило, как игроку лучше это придержать в себе и после партии обсудить. Обязательно вынести на обсуждение. Но внутри самой игры не бунтоваться, не кричать, что это неправильно, это не так, а мне это не понравилось. Потому что, скорее всего, с большей вероятностью, это лишь во многом испортит всем. Как бы игровой процесс. Потому что нас тут много, мы команда, все играем вместе. И стоит попридержать коней на обсуждении, уже потом разобраться. Да, весь этот свежий и довольно банальный опыт я получил, будучи игроком, мы играли в Наруто по системе ДНД. И там я играл с Магелланом. Даже не играл, я восхищался. Просто смотрел и любовался игрой Магеллана. И смотря за его игрой, я понял простую истину, которая поможет и даже в реальной жизни. Уважайте всех за игровым столом. И мастера, и игроков. Просто как только с вашей стороны мастер почувствует искреннее уважение, и игроки почувствуют искреннее уважение, то все за столом начнет как истинный такой полноценный механизм работать. Все шестеренки правильно встанут. Теплота и комфорт окутают вас всех. У меня была четкая цель, которой я следовал как мастер, это быть фанатом, быть искренним фанатом своих игроков. Болеть за них. Представлять, что ты строишь вокруг них целый мир. И ты фанатеешь, и хочешь, чтобы они добились успехов, кайфовали. И понял, что со стороны игрока нужно действовать абсолютно так же. Если ты заранее себя настроил на то, что ты должен быть фанатом мира, который строит мастер, фанатом других игроков и их жизненных путей персонажа, вот этого развития, фанатеть и желать помочь, быть командным игроком, то вдвойне просто приумножится взаимный вот этот комфорт и динамика даже игры. Потому что все будет направлено в нужное русло и сыграет по полной. Как мы победим? Время, закончились ячейки. А, черт, черт. Кстати, а что ты делаешь? Я? Да, ты. А, я, я его бью. Да, вот это вот игрушка. Да, спасибо. Еще будучи игроком, я нереально прочувствовал важность контроля мастером за спотлайтом. Более того, я даже осознал, что важен контроль спотлайта, между самими игроками. Спотлайт это некое экранное время, в которое не могут попасть все. То есть это время гореть одному персонажу, светиться, сиять. Ну вообще спотлайт это вот столб света, как в театре. То есть вот свет светит на персонаже, мы его видим. Ну то же самое на игре. Получается, что когда мы играем в ролевую игру, мастер что-то спрашивает персонажа, или просто наводит как-то так, что персонаж начинает действовать, и пока вот он активно действует, он занимает спотлайт. Остальные игроки смотрят с восхищением, фанатеют, я надеюсь, или злятся, что это я хочу снова, дайте мне спотлайт. Важно мастеру понимать, что когда один игрок действует, занимает спотлайт, остальные игроки в неком фоновом режиме. Они такие зрители, слушатели. Они могут сразу же при желании там взаимодействовать и тоже прыгнуть под этот лучик света, но не все игроки понимают, когда это делать. Кто-то хочет, но боится краски занимать спотлайт. Именно поэтому вы как мастер должны очень филигранно и аккуратно этим лучом проектора светить на всех. Просто пока игрок забирает спотлайт, остальные как бы грустят. И если неравномерно распределялось вот это игровое время, и кто-то прям очень много играл, кто-то мало, в конце игры есть риск, что такой игрок почувствует, что не дали поиграть. Было скучновато, типа. Просто когда я наконец оказался игроком, я почувствовал себя, знаете, бабушкой, которая смотрит на свою дочь, у которой внуки, и бабушке вечно хочется показать, как надо воспитывать детей, и вечно отбирает ребенка, внука, и показывает, вот, дочь, смотри, как надо. Это я все еще про спотлайт. Вот у меня такое ощущение было, когда мастер маневрировал, я понимаю, что я бы сюда, а я бы туда. То есть не мог выключить мастерский мозг, не мог начать играть, потому что слишком уж чувствовалась непривычность, что ли. На той игре у меня сложилось впечатление, что контроль спотлайта единолично только мастером выглядело таким образом, что мастер к одному игроку обращается, игрок ему отвечает, мастер снова что-то еще спрашивает, игрок отвечает, все, с ним закончили играть, он с другим играет, отвечает, и вот так, знаете, как бы как футбольный мяч пинался между вратарем и игроком. А будто бы хочется живее, больше хаоса, хочется, чтобы спотлайт не машинально вот так переключался, а вот так вот хаотично бегал. В общем, я считаю, что намного круче, когда в передачу спотлайта подключаются сами игроки. И когда, например, мастер что-то спросил игрока, игрок говорит, говорит, и втягивает за собой в обсуждение другого игрока. И не мастер переключился, а игрок передал пас после своей заявочки другому игроку. И другой игрок засиял, как звездочка, мастер смотрит за этим, потом там сам может передать. И вот когда появится, не только мастер отбирает вот этот интерес и сам его модерирует, а когда сами игроки еще друг другу дают пасы и инициативы, вот тогда, блин, счастье, классно. В живых играх проще. И это про онлайн. Про онлайн все-таки тяжело. Именно для онлайна очень важно тоже вот игрокам пасовать, потому что в жизни там может два человека вместе говорить, могут как-то разделяться. Все, что я сейчас говорю, это опыт мой игровой в онлайне. Ну, просто, возможно, надо это иметь в виду, чтобы понимать целостность выводов моих, которые я делаю. Просто из-за того, что я очень редко играю, я как раз-таки оказался тем игроком, который внутри, по крайней мере, очень хотел все внимание на себя перетащить. Все одеяла мне, я в них завернусь. Очень хотелось играть, все комментировать, но я понимаю, что, блин, каждый раз, когда я что-то делаю, я лишаю игрового времени у других. Потому что фактически, пока я сияю, кто-то не сияет, а мог он сиять. Именно поэтому, если вы такой же энергичный и не можете себя деть, хотите везде делать заявочку, вам нужно себя самостоятельно пресекать. Приходить к вот этой осознанности, помолчать, когда нужно. Когда вы чувствуете, что вы уже прям многое сделали и сюжетно, и визуально-нарративно, и крутые вещи, штуки, и вот прям на вас только и падает столб света. Молочушку скушать и ждать, пока кто-то другой заявку не сделает в момент какой-то событий. Еще второй вариант, вы всю эту энергию, которая горит, бурлит, передавайте на других игроков. Вы что-то сделали, и в момент динамики экшена какой-то вашей заявки вы сразу же, опа, такой хлыст просто, get over here. Подтягивайте его к себе и спрашивайте его, или говорите, а ты мне помоги сделать это, или вот это. Всех к себе, вот всю эту энергию заражай всех, делись ею. И тогда будет круто. Тогда она не будет бить из себя потоком, а перераспределиться на остальных. И если мастер грамотный, крутой, он увидит, что и ты спотлайт туда-сюда раскидываешь, мастер будет это все модерировать, и тогда будет здорово. Если просто только лишь один мастер этим занимается, если он не очень искусен в этом, и игроки какие-нибудь безбашенные, которые на себя дело перетягивают, а мастер думает, что это нормально, то, блин, портится ощущение за столом. Все-таки это такая тонкая и интересная структура, которой надо, блин, учиться, реально чувствовать. Но это с опытом, это вот опыт реально решает в этом плане. Знаете, в чем еще проблема? Вот на этой же игре я в конце сказал, Магеллан, блин, мне было так тебя мало. Я чувствую, что тебе мало уделили внимания. Хочется больше. И что Магеллан говорит? Говорит, нет, мне было здорово, мне было очень комфортно, я с удовольствием за вами наблюдал. Когда хотел, говорил. У меня не было такого, что я хотел сказать, и мне не давали сказать. Я был удивлен. Я понял, что внутренние ощущения у всех игроков разные. И ведь правда, оглянувшись назад на игры, проведенные мною, были же те игроки, которые просто смотрят, просто зрители. И они нереально от этого кайфуют. Да, вот на живых играх, помню, Надя, если смотришь это, я помню, как ты промолчала большую часть игры, а в конце ты больше всех выражала радость и хотела продолжать играть. Те ребята, которые активно участвовали, в конце сказали, было здорово. А Надя, которая меньше делала заявок, просто сидела, в конце сказала, охеренно, хочу больше, еще, и вот накидывала восторженные отзывы. Поэтому, помимо вот самой структуры модерирования, нужно еще понимать, а кому нужен-то вообще этот спотлайт? Потому что иногда некоторые игроки хотят побыть зрителем, покайфовать. И если вы будете насильно, такой крутой модератор, чтобы всем было по равну времени, вытягивать таких игроков как-то вот жестко, типа, а ты что думаешь, а ты что делаешь? Игрок растеряется. Он такой, а, 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 и сделает заявку, которую, допустим, он не хочет. Или боится. Тем более, если он новичок. Таким игрокам нужно особый подход в каких-то более спокойных сценах, когда у них есть время подумать. Или нет. Или я нахрен не знаю. Реально, спотлайт сложная, отдельная тема, на которой стоит прям зациклиться и в момент игры изучать, и потом, наверное, отдельный ролик. Потому что это основополагающая тема, от которой зависит удовольствие и игроков, и мастеров. Да. Ставьте лайк, если вам нужна тема про спотлайт. И пишите, что вы думаете. Так, я люблю обычные видео растягивать на 40 минут, которые можно было за 10 минут сказать. Поэтому давайте я, наверное, более экспресс-темпом донесу оставшиеся мысли. А то меня опять размажут. Я люблю общаться, рассказывать. Уже вот началось. Оно уже, оно уже. Короче, к мыслям. Создавайте приключенцы. Я имею в виду, если вы играете в классическое ДНД, геройское фэнтези, то и создайте вашего персонажа, который любит приключения, который хочет на них идти. И тогда все вот эти мастерские крючки, которые иногда кажутся инородными, не будут инородными, потому что вы и правда захотите спасти дочку кузнеца. Потому что у кузнеца, мать его, украли дочку. Я иду ее спасать. Я герой. Еще пример. Вы, например, бард. И заложите в себе классную штучку, что у вас есть идея написать классическую, написать балладу, историю, музыкальную, лирическое произведение о ваших геройских похождениях. И только когда вы считаете, что вы достаточно убьете дракона или что-то подобное, героическую штуку сделаете, только тогда вы станете популярным в вашем представлении. И мастер будет за что зацепиться, и вы создадите персонажа по духу компании. Очень простой совет. Я и до этого его вещал, но будучи игроком, создавайте вашего персонажа по духу компании, которую готовит мастер. Если вы мастер, то заранее игрокам говорите, какой дух компании, вообще проводите нулевые сессии, чтобы они знали, что создавать и понимали, во что они будут мать вашу играть. И еще то, что я и до этого знал, но оно вновь подтвердилось, когда я посидел игроком, создавайте персонажа пластичного, подвижного, динамичного. Я имею в виду персонажа, лучше заранее создать такого персонажа, которого вы даже представляете, как будете развивать. Вам тогда не станет скучно на протяжении длительной кампании играть за одного и того же, там, допустим, безумного варвара. Более того, всем остальным за столом тоже будет менее скучно, потому что вы будете меняться. Если кампания начиналась вот так, заканчивается уже вот так, то есть персонажи уже фактически будут другими. Это драматично, это круто, за этим интересно наблюдать, это вот просто буквально в чате мы стримимим, поэтому это еще более важно. Прямо в чате пишут, как здорово, когда персонаж раскрылся, изменился и на игре это чувствуется. Какие у меня игроки умнички? Вот если игроки вы смотрите, вы умнички, потому что вы все и так это прекрасно понимаете и вместе с мастером мной и там везде поддерживать. Еще я осознал, что для меня лично быть мастером интереснее все-таки, чем игроком. Просто когда ты игрок, ты садишься, вот твой персонаж и ты, исходя из своего персонажа, вот он у тебя только один, ты щупаешь этот мир. Ну, камон, если можно быть мастером и у тебя огромный мир под твоим влиянием и ты сидишь и щупаешь игроков, а? Короче, щупать игроков мне понравилось больше, чем щупать мастерский мир. Да. Наверное, неправильно сказал. Я имел в виду, что это совершенно разный игровой опыт. Вот, наверное, так. То есть быть мастером и быть игроком это абсолютно разные вещи. Это нужно иметь в виду, не строить каких-то идиллий, и не строить предположений странных. Просто это факт. Еще я, конечно же, вновь убедился, что насколько же, мать вашу, приятно тебе, как игроку, когда мастер прямо под тебя адаптирует разные вещи. Я перед игрой мастеру рассказал все то, что я хочу видеть в игре. И как приятно, как приятно. Вот ты играешь и потом видишь какую-то сцену и ты понимаешь, что мастер вспоминал твои слова и для тебя вот ее выстраивал. Но это твой шанс. И ты с этим взаимодействуешь, радуешься и по-настоящему ценишь все происходящее и запомнишь это на долгие годы. Поэтому мастера все под игроков. Игроки это центр вселенных, вокруг них все вращайте. А не их по компании вашей вращайте. И последний экспресс-совет, он вылетел из моей головы. Да, пускай он сломает четвертую стену. Да, мой последний экспресс-совет, он вылетел из моей головы и летит прямиком вот куда-то вот тебе в голову, вот прям на волосах лежит, да, в голову даже не попал, вот на волосах бери и на клавиатуру бросай, тапай на телефоне, пиши свой совет. Мы вместе с вами с удовольствием окунемся в комментарии, они будут классными, потому что будут насыщены пользой, которая нам всем поможет. Какой бы ты дал совет, будучи мастером, прыгнувшим на игрока, какие выводы ты лично сделал, просто совет, как стать более классным игроком или тот совет, который улучшит понимание мастера и игрока. Их вот так вот, как собачки, так-тик-тик. Ну вот. Ну что могу сказать? Игра в ДНД в качестве игрока для меня стало удивительным, таким свеженьким опытом, который позволил заново вообще посмотреть на мастерское дело. Очень рекомендую вам, если вы вечный мастер, как-нибудь, но сесть на стул игрока, будь то даже не с вашей компанией игроков, просто попробовать. Это многое, это будет, короче, классный толчок для вашего вот этого мастерского навыка, опыта. Странно и здорово посмотреть вот на мастерское дело по ту сторону ширмы. Это было круто. Спасибо за просмотр. Жмякайте лайк, если вам было приятно и полезно провести вот это вот время со мной. Обязательно подписывайтесь, если хотите больше в своей ленте видеть таких вот ДНДшных роликов. Отдельное, отдельное спасибо, конечно же, моим дайсятам, моим жителям, бойцам чернил и драконов. В общем, это все про Бусти, отсылка. Если интересно узнать крутой формат живой взаимодействия меня и подписчиков на Бусти, то по ссылке в описании вы найдете Бусти, где меня сможете поддержать, как и эти очуменные ребята, которые уже это сделали. Отдельный поклон, отдельное спасибо Сники Героям, а именно доктору Морсу, кандидату, Гилм Геймсену, мятежнику Джеку, Фео Павлову, рыжему библиотекарю, Александру, прошу прощения, Алексею Демину, Владиславу Шакуте, Мурзику, Королю Лени и Карлов. Вот так вот. Кто не знал, у меня появился второй канал, куда теперь будут выходить наши игры. И вот этот весь мой опыт, как игрока, я получил, играя в компанию по Наруто. Вот вы можете прыгнуть и ее посмотреть. Там мы играли с Магелланом. Кто знает, классный чувак. Желаю вам всего классного, крутых игр. И посмотрите этот ролик, вот тоже, он будет вам полезен. Вот он, вот он, я на него показываю пальцем. Пока!